В это подразделение может попасть не каждый призывник. Эти войска являются неотъемлемой частью материальной основы системы управления вооруженными силами Республики Казахстан. От того, насколько хорошо развит этот род войск, зависит своевременность применения оружия и боевых средств в условиях военных действий. Речь идет о войсках связи, а точнее о батальоне связи Карагандинской области в поселке Актаз, воинской части 85-510. Но прежде чем начать, давайте выясним, что же вообще известно о связи как таковой. История связи берет свое начало с легенды о бегунах-скороходах. Позднее им на подмогу пришла голубиная почта. И об этом все что-нибудь читали или слышали. А вот знаете ли вы, что одно из самых старых почтовых отделений представляло собой всего лишь бочку. Эта бочка с крышкой, прикрепленная цепями к скале, долгие десятилетия висела в Магеллановом проливе. А проплывавшие мимо корабли высылали лодки, чтобы положить в нее свои письма и забрать конверты, место назначения которых совпадало с курсом их судна. Во времена Наполеона во Франции получила распространение разновидность оптического телеграфа, разработанная братьями Шап. И некоторые считают, что именно это устройство способствовало блестящим победам французского императора. Что же представляло собой данное средство связи? Еще во времена древних цивилизаций на наблюдательных башнях зажигались костры, чтобы предупредить горожан о приближении войск противника. С веками подобные способы совершенствовались, чтобы передавать как можно больше сведений на как можно более удаленное расстояние. И братья Шап, изучив опыт предшественников, разработали довольно удачную систему из оптических труб и башен с шестами, на которых были установлены три подвижные планки. Из положения этих планок складывалось почти 200 различных комбинаций. Каждая из комбинаций соответствовала букве, цифре и отдельным, самым важным словам. Последнее позволяло сэкономить время, не передавая слова по буквам. При этом довольно простые по своей конструкции башни могли находиться друг от друга на расстоянии до 10 километров, в результате чего сообщения из Парижа в Брест передавались всего за 7 минут. И, как утверждается в ряде источников, Наполеон способствовал распространению такого вида связи, прежде всего потому, что в результате имел возможность оперативно передавать свои распоряжения на значительные расстояния, в том числе и в ходе сражений. Знаменитый русский изобретатель Иван Кулибин также еще в конце 18 века, всего на два года позже, братьев Шап создал свой вариант оптического телеграфа. Это устройство было даже более эффективным за счет изобретенного кулибинным фонаря с отражающим зеркалом, которое позволяло увеличить расстояние между приемными станциями и передавать сообщения днем и ночью и даже в туман. Тем не менее, устройство благополучно отправили в кунсткамеру и забыли. А первая в России линия оптического телеграфа появилась лишь 30 лет спустя, то есть в 1824 году. Зато если в Европе стали массово переходить на более современные средства связи, то есть электрический телеграф уже в 1840-х годах, то у нас оптический телеграф активно использовался еще до начала 1860-х. В истории создания телефона тоже есть малоизвестный, но довольно интересный факт. Хотя отцом телефонной связи и считается американский изобретатель Александр Белл, но вот первый телефон еще 15 годами ранее продемонстрировал публике немецкий ученый Иоганн Филипп Рейс. Правда, справедливости ради следует сказать, что это устройство не было столь совершенно, как аппарат Белла, однако последний был создан как раз на основе телефона Рейса. А вот один из интересных фактов о сегодняшней мобильной связи. Среднестатистический современный человек обзаводится первым мобильным телефоном уже в возрасте 7 лет. Быть может, отчасти и от этого у современной молодежи все больше интереса вызывают войска связи. Так или иначе, но желающих познакомиться с батальоном связи в поселке Актаса, затем и стать его частью, с годами не становится меньше. Среди мотивационных факторов то, что военные связисты постоянно тренируются, поэтому имеют отличную физическую форму и здоровье. У них есть возможность переквалификации на смежные специальности. Не забудем о востребованности на рынке труда, хорошей заработной плате и отличных перспективах карьерного роста. Роль связиста в вооруженных силах Республики Казахстан трудно переоценить. Эти специалисты имеют возможность обеспечивать связь в любых условиях, даже в тех частях страны, которые ею не покрыты. Основная задача специалистов – дать военным возможность коммуницировать друг с другом, затратив на это минимальное количество времени. Батарной связи был сформирован в 2018 году директива министра обороны. После 2018 года по сей день выполняют обязанности, возложенные на батарной связи, то есть обеспечения связи и управления штаба регионального командования, а также связи между подразделениями. На данный момент проходит учение по отработке спутниковой связи, то есть выход на связь и выполнение нормативов согласно плану боеподготовки. В распоряжении батальона спутниковая, телеграфная и проводная виды связи. На сегодняшний день эти системы автоматизированы и хорошо развиты. С их помощью информация передается быстро на огромное расстояние, иногда нескольким объектам одновременно. Данный вид связи называется ПСК-300, то есть полевой спутниковый комплекс 300-го назначения. Он является одним из новейших видов связи вооруженного силы Казахстана. Он может обеспечить видеоконференц-связь в любой точке Казахстана. То есть если выезжать на поле, то после подключения спутника со спутником с космоса в течение 20 минут можно дать видеосвязь. И, соответственно, сама видеосвязь, она будет закрытой. Данный вид связи предназначен для организации видеоконференции между подразделениями и является закрытым видом связи. Состоит из палатки на 40 человек. Палатка предназначена для командного пункта, для поставки задач и приема передачи связи с учетом видеоконференц-связи, где используется телеграфная и телефонная системы. Все подчиненные части будут докладывать командующим войсками о закрытой линии связи по видео своей задачи. Это является новейшим оборудованием. То, что мы уже можем видеть подразделения, которые находятся на полевых условиях с любой точки Казахстана. Можем вывести сигнал и доложить командующему войсками о проделанных работах. Профессия военного связиста важна во все времена. Поэтому подготовка казахстанских связистов проходит на высоком уровне. В работе с радиостанциями важно обладать терпением, а также ловкостью. На практике все действия должны быть четкими, а работа с оборудованием слаженной. Перед нами находится КШМ Р-142Н1. Это КШМ-ка казахстанского происхождения. Она была изготовлена в заводе имени Кирова, город Петропавловск. КШМ полностью оснащена радиостанциями ультракоротковолновыми и коротковолновыми. Данная КШМ предназначена для обеспечения связи в колонне, движении, либо совместно с командным пунктом. Сама командно-штабная машина на базе КАМАЗа 4326. То есть ее преимущество может проходить расстояние до тысячи километров. Неважно, это горная местность, песочная или по воде. В начале службы для бойцов-срочников это просто машина и множество непонятных цветных кнопок. Но несколько месяцев обучения, и они уже специалисты в своей области, и почти каждый боец видит достоинство службы не только в том, что его готовят по узкой специализации. Плюсов намного больше. Так машина выглядит изнутри. Оборудование и спецтехника в батальоне связи секретные, поэтому нам выпала уникальная возможность увидеть, как работают военные связисты. В этой машине имеется отсек самого начальника аппаратный. Он собирает данные по радиосвязи и отправляет в вышестоящий штаб. И второй отсек для радиста. Он дежурит круглыми сутками и выдает данные на начальника подразделения. Здесь у радиста два вида радиостанций. Ультракоротковолновые и коротковолновые. Через ноутбук он может увидеть, какой вид связи передается, и посредством телефонной связи через командира подразделения передает данные вышестоящему руководству. Перед тем, как установить канал связи, опытный специалист должен его зашифровать, чтобы сделать недоступным для противника. Государство предоставляет военным связистам огромное количество современного оборудования. Республика заинтересована в том, чтобы связь у армии была качественной, поэтому готова тратить на эту задачу большие вложения. В каждом взводе находится по одному радисту, который идет в пешем порядке, либо на машине и получает команду от старшего начальника. Изучают в армии не только современные системы связи, но и азбуку Морзе с помощью телеграфного аппарата, который состоит из букв и цифровых величин. Солдаты могут передавать буквенные, а также циферные значения передачи данных. Средний специалист может принимать от 5 до 20 букв. Буквы — это закодированные данные. И хоть сегодня азбука Морзе — не основной способ кодирования и передачи сообщений, все же эта система остается обязательным предметом для военных связистов. Служба очень нравится, проходит интересно. Научились стрелять и налаживать связь. Научились азбуки Морзе. В день проходим по 10-15 букв и составляем из них слова, передаем их по телеграфному аппарату. Вообще после армии очень много возможностей. Можно поступить в институт на высшее образование по гранту или благодаря военному билету устроиться на хорошую работу, хорошую должность. И можно также остаться по контракту и дальше служить родину. Задачи военных связистов-радистов очень похожи на те, которые выполняют системные администраторы. Однако требования к специалистам этого спектра более высокие. Военный связист должен разбираться в физике и других технических науках. Вот сейчас там копьер-радисты. У нас в батальоне находится учебно-тренировочное место дежурного радиста. Здесь мы можем передавать буквенный сигнал, не набирая на телефонном аппарате передачи или приема какой-либо информации. У нас можно шифроваться. Для этого есть телеграфный аппарат, предназначенный для передачи данных о зашифрованной виде связи. А по проводной связи мы можем передавать любую информацию. Есть у военных связистов разные специализации. Телефонная, проводная, спутниковая, атмосферная связь. Специализации узконаправленные. По каждому виду связи назначается отдельный специалист. Командир подразделения должен владеть всеми видами. А специалист знать от А до Я свою, аппаратную. Службу в батальоне связи несут и призывники. Для этого ежегодно отбирают сотни казахстанцев по росту, весу, должному образованию, наличию водительского удостоверения. Образование должно быть минимум профессиональное, то есть колледж, связанный со специальностью по связи. У нас все хорошо, кормят хорошо, одеты, служим. Хочу пожелать молодым ребятам, чтобы они служили в Республике Казахстан и защищали знамя вооруженных сил Республики Казахстан. Служба в батальоне связи, наверное, самая интересная в армии. Здесь ты полностью погружаешься в радиоэлектронику и технические характеристики новейшей аппаратуры, которая к тому же несет и стратегическую важность. Я горд тем, что служу в таких элитных и интересных войсках. Если вы хотите поступить на службу у войска связи, то для этого вам потребуется неплохая подготовка по физике, математике и желательно по радиоэлектронике и радиотехнике. Имеют шансы стать связистами и те, кто увлекается программированием. Приложите все усилия к тому, чтобы как следует освоить школьный курс физики и математики. Занимайтесь изучением языков программирования и основ систем техники. Если вы до призыва в армию занимались в кружке радиоэлектроники или даже окончили колледж, то с большой долей вероятности вас распределят именно войска связи. Поговорите с сотрудниками военкомата о том, что вы бы хотели служить в войсках связи еще до призыва. Представьте документы, тепломы, сертификаты, подтверждающие, что вы действительно можете стать незаменимым специалистом. Если вы хотите обучаться в одном из военных училищ связи, получите соответствующее направление от военкомата, куда вы должны будете обратиться с заявлением. Многочасовые ежедневные тренировки, практические занятия, сдача зачетов и только после всего этого связисты могут передавать информацию быстро, на невероятно огромное расстояние, иногда еще и по нескольким объектам сразу. В Казахстане военных связистов готовят в единственном вузе – военном инженерном институте радиоэлектроники и связи. Вместе с дипломом все курсанты получают офицерское звание и попадают в войска, чтобы служить на благо своей Родины и всегда находиться на страже своей отчизны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова